Итак, друзья, подписывайтесь на канал Лахтанга и Анжелики. Они купили себе новый автодом. Открыли канал Автодом Сочи. И едут сейчас большое путешествие по России. Поэтому подписывайтесь на их канал. Они путешествуют с тремя детьми и рассказывают о своих путешествиях. Вот буквально на днях выехали в путешествие из Сочи. Поэтому, друзья, подписывайтесь и переходите по ссылочке на их канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Продолжение следует... Наташа, а вот расскажите вообще здесь, полегализоваться здесь, какими методами можно... Захотелось сюда приехать в Италию. Ну, понятно, девушкам позамужествовали, куда? Вот, например, там, мужчинам или семейным баром. Вы знаете, очень сложно. Я даже не скажу точно. Это надо узнавать. Но это очень сложно. Там даже вроде бы какую-то недвижимость. Можно какое-то определенное количество денег и недвижимость. Тогда это получается. Я думаю, каким-то вот таким образом. Ну, точно эти законы не знаю. Ну, я знаю, что сложно. Ну, хотя вот эти, кто приезжал как-то нелегальным способом, устраиваясь на какие-то там работы... Оставались здесь нелегалом, да? Да, да, да. Много таких? Ну, это, знаете, это много, вот я знаю, там, западной Украины, вот много вот этих вот, кто там приезжал таким образом. Они оставались. Потом выходят, так называемые, какие-то санатории. Они вот, то есть, когда... Ну, зная, что есть... Амристия. Да, да, да. И вот тогда как-то они могут подавать документы, это делать. Вот каким-то... То же самое, что касается вот там арабов, там, еще кого-то каким-то образом так. Ну, точно эту систему я не знаю, как это происходит. Но многие, потому что я знаю, вот они приехали именно так, нелегально, и потом это все вот оформили таким образом. В принципе, ну, здесь любят они брать на работу вот наших и там. В какой причине? Ну, конечно, ну, такие, знаете, дамы достаточно работящие, такие крупные, они там вот за пожилыми людьми. Здесь не принято отдавать людей в дома престарелых. Не принято? Нет, не принято ни в коем случае. Нежели германии там, да? Ну, когда, понимаете, когда... Отдают только в тех случаях, когда уже человек очень болен, у него уже одним просто тяжело ухаживать. То есть чисто психически тяжело вот это делать. И вот в этом случае тогда отдают. А так они предпочитают взять какую-то сиделку. И наши дамы там пользуются большой популярностью. Считают, что они такие там и добрые, и все. И вот, ну, и к тому же, ну, они такие обычно, дамы такие сильные, потому что там же надо что-то там поднимать, что-то делать. То есть их берут, в принципе, с удовольствием на работу. Даже без документов, да? Нет, они там делают, они могут взять и потом как-то им делать документы, должны платить. Они, конечно, почитают с документом, но уже очень много дам, которые имеют эти документы. Там есть какой-то вариант, они берут и делают сами документы, но это стоит, я думаю, не все на это идут. Как вот по-вашему вообще, стоит иммигрировать в Италию? Хорошая страна для жизни? Она сложная страна для жизни. Я думаю, что другие, вот с кем-то там разговаривал, вот у меня там знакомый там врач, кстати, очень хороший. Он здесь, вот в Бергамо, кстати, он там работает, он сам московский грузин, достаточно хороший врач, такого уровня там была у него там по работе, я даже усмотрела к нему там, ну, прямо он со мной там разговаривал, но ему там звонили, у него спрашивали консультацию, то есть он, наверное, понятно, что какого-то уровня достаточно такого уже высокого, то он мне сказал, что я бы, конечно, лучше работала во Франции, там лучше условия. То есть, понимаете, как она хороша, здесь прекрасный климат, прекрасная еда, прекрасные люди, ну, наверное, другие страны, они легче в плане работы, вот, потому что все-таки, ну, учитывать в Италии большая безработица, мы говорим про Милан, но Милан это Милан, а остальные все-таки страна-то большая, безработица большая, юг Италии, там очень много проблем, там итальянцы не могут пристроиться, ну, и там проблем тоже очень много другого там ряда там на юге. То есть, здесь, наверное, сложно вот так вот, как-то, если там, скажем, ну, два там русских, нету там итальянцев в семье, наверное, так сложновато. Вот, то есть, здесь, да, я знаю, там русские, которые где живут такие, но это люди там деньгами большими, то есть, они там живут на какие-то проценты, возможно, здесь какой-то там бизнес такой маленький держат, но это только в таком случае, вот таких узнают. Здесь вообще можно открыть бизнес или здесь очень сложно? Ну, можно, но у нас очень большие налоги, все вот эти вот нюансы, то есть, можно бизнес, но учитывая, что наши налоги достаточно большие, там что-то открывает, но я думаю, это так, немножко для каких-то отвода глаз, чем они занимаются, это очень странно, как на этом они зарабатывают, то есть, я думаю, это так. Для того, вы вообще здесь вот через работу, там, можно как документ сделать, там, через автоном, какой-нибудь, ну, там, через ЧП? Ну, если, да, то есть, если у вас работа, там, наверное, полегче, если вас приглашают на работу, то соответственно, вы можете сделать документы, то есть, вот такого плана, если, вот, я думаю, что, да, если какая-то фирма вас заинтересована, приглашают на работу, то я думаю, да. Но у нас тяжело с работой, надо сказать, что итальянцы уезжают. Абсолютно, да? Да, у нас вот прекрасно находится здесь политехнический университет, сейчас признан лучшим в Европе, буквально вчера было об этом, вот, написано. В Милане, да? Да, да, наш Миланский. В принципе, заканчивая этот университет, или университет Букоми, у нас есть экономический университет, тоже очень известный, то есть, очень легко найти работу, то есть, можно найти работу, это очень уровень такой, но за границей, вот эти два университета, то есть, ты закончил, тебя просто берутся с аквёртными объятиями, да, просто в Швейцарии очень многие работают, ну, просто, понятно, не каждый хочет итальянец, уезжать тоже надо, это же, тоже учитывается, но вот работу можно найти, да, вот с этими университетами. Остальное немножко так, это, то есть, зарплаты небольшие, зарплаты, особенно, закончили, там, университет, зарплаты небольшие у нас, у нас, и вообще, в сравнении со всей Европой наши, давно эти зарплаты не индексировались, и они небольшие. Вообще, получается, тут уже итальянцы бегут, да? Ну, нет, ну, это тоже неправильно было сказать, что итальянцы бегут, потому что, ну, красивей Италии страны нет, надо это тоже учитывать. Не то, что бегут, но если там кто-то, ну, там, может бы, да, поехал за границу поработать, потом, конечно, с надеждой вернуться, вернуться, не вернуться, но... То есть, чтобы, опять же, бежать куда-то, надо знать язык, это тоже, конечно. А работать где-то в каком-то итальянском ресторане, или там еще, ну, тогда можно и в Италии работать, если там ехать где-то за границей работать в итальянском ресторане. Если на какую-то такую работу, ну, вот я знаю, там, у меня знакомый, он там, инженер, и он здесь, и он потом получил приглашение в ЦУИХе за очень хорошую зарплату, вот, так он там согласился. То есть, какие-то вот варианты. Переехал, да? Да, 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 он переехал, да, да. У него была мечта все время найти русскую даму. Нашел. На что? Пойдемте жить вот на русской, да. Тут нет такого, в Испании, Португалии тоже. Если итальянец познакомился с русской девушкой, то после этого он же никогда больше не с итальянками, ни с какими, только с русскими. Ищет те общества с русскими. Ну, русскоязычными. Ну, я думаю, что нет, это не совсем так. Я не могу сказать, что это правда, это такой миф. То есть, есть там разные... Просто, понимаете, когда вы знакомитесь с какой-то... Вот вы бы познакомились с какой-то девушкой, которая была там не русская. Ну, конечно, вы об этом помнили, потому что что-то такое вот, какая-то там экзотика, что-то вот другое. То есть, я знаю, там, итальянца, у него была подруга немецкая. Он все время там про нее вспоминает. Уже всем надоело, что-то не женился уже. 20 лет прошло, ты все время вспоминаешь про нее. Мы там все время шутим. Ну, 20 лет прошло. Да, он все про нее вспоминает. Ну, что там, ты был с ней знаком там 4 месяца, ты про нее вспоминаешь. Ну, просто это всегда вот какая-то такая там экзотика. Вот мне тоже недавно разговаривал с одним там вот нашим. У него была подружка какая-то там тоже 6 месяцев, итальянка. Он и про нее все время там тоже была лет 20 назад. Он все про нее рассказывает. Там уже он давно женился там и развелся, и опять женился, и про эту итальянку рассказывает. То есть, ну, не знаю. То есть, мне кажется, в таком плане. Потому что, ну, есть разные, есть разные русские, есть разные итальянки. И там, знаете, говорят, что все русские такие, да, мол, ой-ой-ой, такие все классные. Ну, да не так это. Или там все итальянки такие там все гадкие. Ну, не так это все равно. То есть, я считаю, что у каждого... Здесь какое-то сообщество есть, что так называется, помощь там девушкам, которым, скажем так, ну, попали в какие-то руки итальянцев. Ну, понимаете. Вот здесь реально так многие приезжают замуж, вроде в рай, а попадают так очень жестко. Ну, и мы опять вот про то, что вот мы говорили, что надо думать с мозгами просто, куда ты едешь. Потому что я иногда смотрю, вот там у меня там знакомая, я знаю, закончила, ну, это смешно. Вот она закончила Минский инъяс. Вот она вышла замуж там за какого-то там на юге Италии, в какой-то деревне. Но она не знала, куда она едет вот там. Вот она сейчас там, ой, как там плохо, а работы нету, а я жила в большом городе, а тут вот... Ну, она что, не знала, что есть маленькие городки. Вот она человек, который, ну, вроде бы там языки знает, вроде бы-то путешествовал, ну, наверное, что-то, потому что не знает, что где-то там... Есть юг Италии. Если там он у нее фермер, то понятно, фермер, что тебе грозит быть фермершей, а не банкиршей. Ну, вот этот вот вариант, то есть вот это вот. И потом начинается... Я просто когда слушаю, ну, понимаете, у каждого есть какие-то... Ну, кто-то жениться, чтобы вот женить. То есть я вижу вот такие вещи. Замуж. Да, просто выходить. Я как-то помню, какой-то как-то раз я была в Задонского собора, там вот я ждала туристов, и я помню, такой идет такая наша девушка, симпатичная, очень приятная. И с ней такой итальянец, такой типичный. Вот южанин такого роста небольшого, такой черненький. То есть она красавица, явно вот он такой, ну, так, ну, может быть, скажем так, на любителя. И идет вот эта... Она идет с коляской, и она эту коляску тащит. И я смотрю, там, наверное, мама. То есть они там вот приехали, хотят город показать там и что-то вот. И она ему говорит, ой, ну, может, мы зайдем там в Домский собор. Он там что-то там не видела. Потом говорит, ну, давай там до замка дойдем. Я туда не пойду, там, что мне ноги... То есть он такой вот... Вот это сам подход, и там при маме, и все этот скандал. Думаю, ну, это ты сейчас пока вот там... А что ты там запоешь через пару лет, там, как это будет? Вот. Ну, и итальянцы, они же экспрессивные. Они такие буйные. У нас, в принципе, и раньше... Да, у нас раньше убийства там были в основном на какой почве? Каких-то ревностей, там, вот это вот. Ну, то есть вот эти вот варианты были. Да, есть такой центр, я знаю, там, да, они там занимаются. Ну, и любят у нас это смаковать, это писать те страшные истории, там. Ну, они же бывают кругом, и это абсолютно... То есть я не считаю, что это какое-то там где-то больше и меньше, но кругом бывает. Просто любят там иногда, там, вот это вот, вот, вы хотите там замуж за итальянца. Но изначально, ну, разно бывает итальянец, понятно, разно бывает русский. Когда вот такие вот... И они просто, они думают, вот я в Италии, потом как получится. А многие, кстати, ну, как, они даже конкретно, я выйду замуж, потом разведусь, они даже так и говорят об этом неестественно. А вот типа из документов, да? Да, единственное, что, конечно, приезжая здесь, понимая, что здесь, а что она разведется, а что там у нее, за ней бегают там куча других итальянцев, а вот что она будет делать, а куда она придет в работу? Работать очень многие не хотят, работать просто не хотят никак. Раньше у нас был такой закон, сейчас его отменили, что там при разводе... Почему итальянцы не хотели жениться? Там были очень жесткие условия, там при разводе, там надо очень много давать, жена должна иметь тот же статус, который, то есть вот столько же... То есть он уже алименты на жену, вот что было. Не то, что на детей, на жену. То есть там могли просто мужчину просто раздеть, вот конкретно. И там такие случаи, когда в машинах спали, мужчины, такое было. Потом этого всего стали немножко отказываться, это все стали убирать, вот это все. Но все равно там многие возмущаются. То есть он платит алименты на детей, там до 18 лет, кажется, а потом все, он у тебя ничего не платит. А она никогда нигде не работала, никогда ничего не делала, вот чем не заниматься, вот все. Есть такую весть. Ну есть, понятно, там есть и всякие итальянцы, это уже не всегда хороший этап. В общем, есть, как любой, в принципе, здесь такие они ревнивые, очень сильно, да, даже сейчас? Что, что они сильно ревнивые? Ну да, ну, в итальянцы считаются южные нации немножко так. Ну, в принципе, ну, по-разному. Есть там какие-то такие совсем ревнивые, когда там какие-то истории, слушайте, там такие вообще какие-то ненормальные. Там прямо вечером не выходи, там даже здесь на Север какие-то такие. Но она же тоже об этом знала. Я не думаю, что ей было сказано после того, как она вышла замуж. Что ей там сказали, вот там кто-то. Она знала об этом, это же видно. В общем, многие девушки, которые приезжают сюда, вот думают, что здесь такой врат, попадают, да? А попадают, в общем-то, под кулак бывает. Ну, я говорю, что это видно изначально. Это видно изначально. Ну, я не знаю, как это влюбленность. Ну, конечно, что вы не видите, там, как он себя ведет и все это. Это видно и понятно. Если он так ведет, он будет там, ну, понятно. Просто многие там думают, ну, я не знаю, там, что-то может измениться. Ну, они все вот с надеждой, ну, вот и главное, что я вот в Италии. Это вот и все вот. А потом еще многие сейчас даже, конечно, меня это тоже раздражает, когда начинают это сейчас писать. Любят там, как плохо в Италии, да я вот все бы бросила, я бы там вернулась обратно. А когда я говорю, ну, брат, что-то нет, ну, есть так, что мешает. Ну, это любят такой тоже, есть вариант такой немножко. Не бросают, да? Вот что-то люди все вроде говорят, а никто не уезжает, да? Ну, не все так говорят, говорят, какая-то часть, скажем так. Вот, и там иногда думаю, может, им там надо такое говорить. Тоже у меня такое складывается иногда мнение. Вот, ну, так, чтобы уехать, ну, не знаю, может, там кто-то. Ну, я таких случаев не знаю. Но когда вот начинают, в принципе, поливать грязью Италию, такое знаю. Такое, да, знаю. Вот эти наши, вот у нас такие русские школы туда вот отправлены. Ну, у меня дети тоже туда ходили, там, русский язык учить, там, по субботам. Ну, вот это такое, там невозможно было слушать. Вот там придешь туда, и начинается вот это жалование. Там сидят эти бабушки русские. Они жалуются на итальянских там своих. Зять, да, получается, там, какой он такой. Думаю, ну, что вы, ну, тут сидят. И вот это вот, то есть, и жалуются, жалуются. И я как-то помню случайно, там получилось, я была в православной церкви здесь, в Милане. Ну, это просто, ну, надо прийти, они все приходят туда, чтобы сказать, как им плохо, вот. Как здесь плохо. Вот эти дамы, которые вот работают, ну, за пожилыми, вот там, то есть, они с пожилыми работают. Они там сидят, какие итальянцы плохие, какие-то. У них прямо вот это вот правило, как итальянцы, какие плохие. Слушать невозможно просто. Думаешь, ну, что ты сюда вот не приедешь. Там, помню, там, даже дама, там, которая ко мне приходила там убирать, она. Все итальянцы плохие. Да, твой муж не такой, твой муж вот другой. Ну, все итальянцы такие плохие, вот. Думаешь, ну, ну, собиралась бы ты отсюда, ну, ехала бы уже, так тебе здесь плохо, там. Ну, все вперед, и вот. Ну, нет, нет, не хотят. Ну, итальянцы все плохие. Есть такое. Как у вас вот дети в школу ходят платные, бесплатные? Здесь вообще как вот подозреживается? Ну, если платные, бесплатные. То есть, если платные, бесплатные, ты выбираешь, какие. То есть, конечно, ну, я считаю, что вот у меня дети, это, получается, начальная и средняя школа, а не в платную. У меня сейчас вот девочка заканчивает среднюю школу, мальчик уже в лицее. И затем вот лицеи лучше бесплатные, потому что лицеи платные. Это, получается, часто, ну, родители платят, тебя переводят. То есть, такой немножко, ну, лицей, который государственный, все-таки он такой считается, ну, более правильным, более, вот. У нас здесь как раз вот в Монце, здесь вот в Фризе, это один из лучших лицеев по Италии. У меня дочка как раз туда поступила. Это государственный лицей, очень серьезный. Он такой, здесь еще один, звуки тоже очень хороший, классический. То есть, это очень такие сильные лицеи, а они государственные лицеи, да. И лучшие по Италии, кстати, считается. Да, вот я даже в Милане, а в Милане есть еще очень сильная школа такая, тоже лицей, тоже, тоже государственная. Это лучшие школы, вот. Если говорить про вот это вот лицеи, начальное образование, среднее, ну, возможно, частная школа лучше просто, да. Частную школу, да. Ну, они более аккуратнее относятся к детям, более за каждым так следят. Это есть еще, конечно, эта особенность государственной школы, все-таки какой бы там ни был плохой учитель, тебя никогда не уволят. Какие у тебя там проблемы чисто были там психические, психологические, потому что, понятно, есть разные люди, но тебя не уволят. Очень сложно уволить с государственной структуры. Ну, а в частной школе, если там какие-то вот, ну, нюансы, конечно, бывают там иногда, может, это там нюансы надуманные. Ну, бывают они надуманные же, ну, там очень так это легко потерять работу. Ну, я смотрела, вот, замечательные учителя у моей дочери просто, очень много мужчин, вот, молодых мужчин и таких, знаете, там в школе иногда не хватает. Ну, просто, я смотрю, ну, просто вот, очень интересные, очень такие вот, действительно, кто любит свою работу, вот такой вот, очень сильный. Здесь, получается, учителя не как у нас там получают копейки, а здесь нормальная зарплата учителя, да? Ну, нет, 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 здесь вот учителя получают не очень хорошо. Не очень хорошо. Профессора получают хорошо, вот я знаю, там, допустим, в Германии у них высокие зарплаты, у нас не очень получают хорошо учителя. А сколько примерно? До тысячи евро даже, да? Не, больше, немножко, там зависит от часов, больше они получают. Ну, это уже все так нормально. Не, ну, да, но это не такие там зарплаты, такие вот, то есть, там, зарплаты. Я как-то помню, я переводила как раз вот в очень хорошем лицее, в лучшем, в одном из лучших лицеев по Италии, в Милане, и там приехала делегация учителей из Москвы. Было, конечно, учителя московские, директора школ, все в Луи Витоне, все разодетые, ну, это московские школы, я их понимаю очень. И они приходят в этот лицей, а там учителя, то есть, обыкновенный государственный лицей, только очень высокой такой подготовки. И они несколько раз задавали один и тот же вопрос, который мне даже было стыдно переводить, потому что, ну, они так грубками задавали. Они говорят, на каких, на каких основаниях вы берете детей в этот лицей? Ну, они говорят, что, ну, как, у нас люди, там, поступают дети, когда сдают, там, определенный экзамен, ну, там, мы берем те, кто здесь живет. Я поняла, что в Москве не так берут детей часто. Только за деньги, да? Ну, потому что, учитывая эти дам, как они были, они все не понимали. Мне даже было стыдно, потому что они хотели сказать, ну, как, а вы там, то есть, был план. А взятки не берете? Взятки не берете, то есть. То есть, вот это, я все это перевожу, они думают, чего себе такой вопрос задать, да, они так, ну, вот мы берем у нас, там, ну, как-то экзамены, мы смотрим, мы смотрим, там, по оценкам, то есть, у нас такой вот лицей, они, то есть, ну, вот, как-то вот, они не могли поверить, потому что, ну, те уже смотрели, то есть учителя, почему они все в Луеветоне, а эти как-то вроде бы так. Скромные даже итальянские учителя поскромнее будут, да? Нет, они не могут себе, скажем так, даже и позволить Луи Витту. Ну да, а эти все наши были, там уже так уже были разодеты учителя школ московских, такие все были очень, там, дамы такие силиконовые, такие, ну, как-то совсем так. Силиконовые? Да, даже такое, да. Интересно. Вообще, вот по роду работы, получается, вот переводить нужно, вот разные такие, с России приезжают, да, везде переводите? Ну, я иногда, это не моя основная работа, то есть я раньше была бы, я работала профессиональным переводчиком, и это не совсем, то есть я как-то люблю, честно, со стороны профессионально это делать, но вообще, конечно, работать переводчиком сложно, и дело не совсем, потому что, понимаете, вы это, вы же переводите, вы же переводите не свои слова, а бывает, там, скандалы возникают, и вы еще находите посредине, и вас иногда что-то там говорят, ну, в принципе, в Италии такого не было, когда я работала, там, в наших странах, это было чаще, там, какие-то, знаете, там куда деньги не платит не хочет платить а вы кто вот вы находитесь вот вы принимаете все эти удары на себя зачем это надо принципе но здесь конечно такого не доходит здесь в италии таких переводов они но то есть я так ну иногда и конечно этим занимаюсь к там не предлагает к этому нету работы допустим гида то есть иногда это я делаю да все понял вообще как тут счастливы здесь вот если брать шкалу 100 процентов или что-то не хватает здесь все-таки нет я думаю что я счастлива здесь да первым же занимаясь любым делом потому что в любом случае я всегда я хотела учить историю искусства у нас невозможно было в нашей стране учиться из истории искусства это можно было там только в санкт-петербурге и то есть это было нереально вот то есть опять же я могу путешествовать нет я скажу что я счастлива то есть я не думаю знаете тем более после определенных событий там событий там четырнадцатого года и настоящих событий на моей любимой родине которая название которой беларусь то есть ты понимаешь что какие-то правильно сделать что-то выехала то есть таких вот знаете когда какой-то вопрос кстати вот в четырнадцатом году очень многие очень многие наши вот которые за границей они стоят вот мы там задавали такой вопрос и теперь после четырнадцатого года мы знаем что мы правильно сделали что вы ехали мы не пробила страница была беларусь там то есть наш русский да 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 россия украина там они сказали что вот мы это ему после четырнадцатого года как-то стало так ясно что наверно мы все правильно сделали его больше вопросов не возникло вот ну а сейчас там я думаю что у многих уже там тоже убеждены в своем этом варианте убеждены да конечно потому что вообще на каких-то мошенников подали на мошенник ну вообще здесь вот у нас он был дверка 2 кража шумы здесь в италии полиция здесь не работает они ничего не ищут нет не ищут не сталкивались сталкивалась да я сталкивалась такие ситуации у меня все-таки туристов воровали я там воровали да я там конечно очень часто это был такой момент просто я там за ними бегала просто за туристами я им говорила пожалуйста вышли из автобуса просто пожалуйста но это все равно они выходили 100 метров их уже ворота у нас просто бывают туристические автобусы их просто вот цыгане там высматривает а цыгане у нас они так одеты вы не понимаете что не цыгане но не такие темненькие вот такой вот вариант вы думаете муж какие итальянки бегают у них там целые вот это конечно это не итальянцы вот именно вот румыны вот цыгане вот это вот ситуация вот ну и полиция как-то вот совсем то есть не интересно сколько было то с такой ситуации такие просто я там даже там гостиницы так открыто вот воровали там iphone там под камеру его я просто еще просто русский видно был да да они не хотят камеру открывать я там знаете как ну потому что это для престижа гостиницы и все там лучше то там замазать я там а русским там как нашим там а там но айфона больше ну что ну там и здесь издеваются то есть вот надо это там устроить скандал но как-то то есть но есть есть такие ситуации которые полиция это не они ставят галочку ну не нам на рынке так у них пока им не скажешь там наверное что то вот у нас была на есть такая вот ситуация но об этом не знаю кто об этом не на у нас там открыто наркотиками торговали вот в парке там домским за замком нашим ну прямо вообще меня туристы вот говорили там вот я их там оставляю они там говорят подходит сразу там хочешь там чем эти чем на коже и вот эти наши братья ну что полиция это не видите боль палец очень много штатском носи я это вижу но они что же это не будет коррупции тоже здесь до них все договорено уже такая сильная коррупция не думаю что дискоррупция такая сильная если она здесь нет не сталкивалась не думаю я никогда не сталкивайтесь коррупции никогда вот они просто зачем ты мне сказали не надо то есть я из этого и схожу вот коррупции я даже скажу все-таки никогда не забуду это было у нас вот эта часть когда въезжаешь города там надо платить и вот там красно-то российским автобусом надо было платить какое-то там что-то вот а мы еще не понимали сколько ничего там как-то было непонятно закон уже приняли об этом и приезжает вот автобус я помню там у нее украинский был номер с туристами вечером и ко мне эта девушка там бежит и говорит ой а куда же там что-то вот платить надо я не знаю куда а я говорю часто полицейского спросим то есть разберемся я подхожу полицейскому говори ну это что он там с девушкой это такая высокая блогенка такая это наша дама я говорю ну вот нам надо где-то заплатить сколько он так говорит вы долго здесь будете мне часа два он это номер у вас какой я говорю номер украинский он говорит ой на вам штраф все равно не придет вообще я диспута вот это полицейский говорит а он говорит но я ж буду страна там девушка это я заплачу там то что делала штрафа у меня там но от фирмы я заплачу то что надо а он говорит доятец буду дежурить говорит чем тебе это платить да не надо она гайда не но я заплачу там она будет то на учеты вот я без буду все это время на 2 часа затем тебя плотного да и он и все и все нормально то есть они но они бывают они входят в твою ситуацию то есть они вот могут как-то тебя вот полиции здесь они ну как-то там объяснишь вот эту вот ситуацию то что они не ищут пока им не будет вот как у нас цыгане по ошибке обокрали родителей от министра внутренних дел ну милане была такая ситуация не залез мне в ту квартиру ну там их нашли через день там ну конечно такое родители и министры так них делал да ну понятно что с такое сразу нашли там цыгане как всегда вот это мгновенно в таких случаях кого-то не ищут ничего пофигу получается здесь все это открыто ну получается и можно воровать тоже нет ну иногда конечно и еще там понимаете вот там недавно вот эти были все это вот эти вот цыгане они что делают они же постоянно там вечно беременные если они вечно беременны их там нельзя вот в этот вот никуда там садить ничего вот они там грубками ходят обычно то посылает вперед которая беременная вот там были эти скандалы от венеции но венеции тоже очень много там ворвали но там было там вот на днях там какую-то арестовали посадят они попали в тот момент когда она не беременная 23 позже там было у нее так вот варенка не нет 23 привода там она все никак не получалось и там вот и и временем вы следили просто вот они обратили внимание о том что полицейских штатском и он так за ней шел следил судил он там как раз надо словить же в нужное место когда нам к рюкзачку притронется туриста но и вот туда вот посадили там прямо написать понятно понятно все ребята и я оставлю контакты наталья под видео и в первом комментарии в описании вот поэтому кто-то хочет погулять по городу милан и еще какие города ты здесь но принести ломбардия вся то есть озеро кома это бергамо это повея то есть монса то есть вот эти все места это все мои места мудры поэтому пишите кто-то хочет погулять с натальей вместе в компании пишите я думаю наталья вам покажет все что здесь есть красивое и не только спасибо спасибо а и